Всем здарова народ, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу, что нас ждет в следующем году и выскажу свое мнение. Для начала поговорим, что нас ждет в принципе по балансам, правкам и так далее. Первое, наверное, самое главное и самое крупное это песочница. Будет еще один тест песочницы, думаю, что после следующего теста песочницы все уже окажется на основе примерно весной. Что же будет тестироваться на следующей итерации песочницы? Будет уже финальные такие тесты, типа правильно ли настроили фарм серебра, выполнение там всяких ЛБЗ и так далее. То есть по сути все эти изменения, которые уже были, это там изменение урона стандартных снарядов, переработка фугасов, переработка арты, увеличение хп, особенно у низких уровней. Все это уже протестировали, оно все норм. Остаются последние тесты, чтобы не перекосился фарм серебра и выполнение ЛБЗ и так далее. Также в следующем году нас ждут новые перки и новые модули. По словам разработчиков, как я понял, еще ничего не готово и толком не о чем говорить. Но весь тот опыт, который вы накопили сейчас на экипажах, он пойдет в прокачку новых экипажей, переработанных. Они будут выглядеть уже не как разные члены экипажа, это будет один такой взвод-отряд. Вообще, по сути, это будет просто один командир, но там на картинке будет нарисовано несколько чувачков, это то же самое, как он в корабликах. Будет одна картинка, которую вы будете качать. У этого командира будут ветки прокачки разных перков, которые можно будет прокачивать. Один из разрабов сказал, что каждый перк можно будет прокачивать там много раз, типа, как в Диабло, ветки прокачивания, говорит, вы же знаете. Ну да, мы же все играем в Диабло, не в танки. В принципе, перки будут переделаны, будут добавлены новые, всего их, я так понимаю, там будет около 25, хотя они сами еще толком не знают сколько. Также еще оборудование. Оборудование устарело, оно будет изменяться и добавляться новое, чтобы было из чего выбирать, а не как сейчас 4 рабочих модуля, а остальное помойка. Тоже там пока ничего не известно, когда сделают, тогда и будет понятно. В принципе, они давно уже это обещают, поэтому как сделают, тогда и поговорим. Также в следующем году еще будет линия фронта, первые полгода, а второе полугодие это будет Стальной Охотник. Они будут взаимосвязаны, в Стальном Охотнике появится новая атмосферная какая-то там карта. За это общее событие будет какая-то награда. По словам разработчиков, в этом году, в 2019, сильно было много этапов в линии фронта, переборщили они. В следующем же году можно будет поиграть и в Стальную Охоту, и в линию фронта, причем можно будет поиграть во что-то одно и получить награду в итоге. По их словам. Но что-то мне кажется, что придется задротить до всрачки и там и там. Ну, в принципе, хорошо, что не только в линию фронта придется играть весь год, потому что она что-то поднадоела. Также там еще в следующем году будет Битва Блогеров, за нее даже ничего не читать, не смотреть не хочу, задолбала. Кому интересно, сами почитайте. Вообще не интересно. Также в следующем году будет новое ПВЕ событие, которое будет, так сказать, продолжением прошлого ПВЕ события Последний Рубеж. Честно скажу, Последний Рубеж такая лютая помоющая была, что я сыграл в него в 5 боев и все. Там были эти ограничения с бензином. Сама суть боя это отбивать одинаковые волны ботов. Я, короче, вообще не понял, такая лютая помойка. Если в 2020 году опять будет какая-то хрень с бензинами или еще какая-то помойка, я опять сыграю 5 боев и ну его в топку. Написано, что в новом режиме будут позаимствованы с прошлого режима все лучшие механики. Вот и посмотрим, слушают разработчики игроков своих или они вводят колесников, когда они даже никому не хотелись. Также в следующем году еще будет боевой поход. Писанины тут много. Но по сути это что? Тут даже так и написано, пленять участие в этом очень легко, нюзня назимать в бой. Еще одно очередное событие, в котором нажимаешь в бой и после боя получаешь каких-нибудь зайчиков-бобриков, складываешь их в одну кучку и потом за кучку бобриков-зайчиков получаешь большого бегемотика и радуешься. По сути это такое же событие как в пубге. Тупо сезоны, за время сезона тебе нужно набивать очки за выполнение заданий. Набиваешь очки за выполнение заданий и за счет этих очков у тебя качается уровень. На каждом уровне ты получаешь награду. Все. Просто играешь в рандом и у тебя типа как бы уровень набивается. Ну все. Это очень увлекательное событие, точно так же как и Новый год, ты просто играешь в бои и после боя получаешь эти коробочки с игрушечками. Точно так же как и Ярмарка, играешь в бои, после боя получаешь картинки жетончиков. Очень интересное и увлекательное событие, где нужно просто нажимать в бой. Когда разработчики поймут, что если игра интересная, то люди и так будут в бой нажимать, даже без вот этих вот картинок полученных после боя. Само содержание игры тоже как бы бывает интересно, когда это допрет до разрабов. Ну и еще будет две новые ветки техники. Одна новая ветка техники это итальянские тяжи с таким же барабаном, как и итальянские стэшки. Вторая ветка это неизвестная ветка неизвестной нации, они там хранят в тайне ее. Я уже прогнозирую почему они это делают, потому что там будет какая-нибудь новая супер-пупер механика, которая никому не всралась, она будет кривой и корявой, но зато она будет новая, удивлять, супер. Ну и в счет они не берут то, что будет еще ветка двухстволок. Я так понимаю будет три ветки, но говорят две. Ну ладно две, так две. Видимо ветка двухстволок это не ветка. Также еще будут новые карты. Как я и говорил уже миллион раз, это было очевидно, что следующая карта, которую вернут из старых, это жемчужная река. Оказывается, что везде разработчики видели, как больше всего просили вернуть жемчужную реку. Хорошо. Они ее возвращают. Уверен на тысячу процентов они как-то очередной раз умудрятся ее подзапороть. Оказывается, она была дисбалансная и какая-то там неправильная. Я надеюсь, они ее сделали правильнее, чем она была. Также еще будет новая карта для стального охотника и для рандома. Одна и та же. Карта называется Берлин. Когда-то мы ее уже где-то там видели. В принципе все. Это все изменения, которые нас ждут в следующем году. Но мне кажется, что не все. Еще когда-то там они будут дорабатывать всякие интерфейсы, шмы-интерфейсы. По типу, как вот это колесо команд в бою. Видимо, туда добавят слово переверните меня, я перевернулся. И все, наверное, это все изменения. Это все очень замечательно. То, что они тут понаписали в новости про то, что нас ждет. Но меня больше интересовало то, что я увидел на стриме. Стрим года, который называется. Начало стрима, конечно, было мега нудное и неинтересное. Я тупо сидел и ждал. Когда же там начнется часть, когда будут разработчиков спрашивать, они будут отвечать. В итоге дождался. Через там миллион лет начали. Формат мне вообще не понравился. Потому что у них было какое-то сжатое время, за которое они должны были отвечать. И потом пухляж подгонял их. Типа, вот все, начинается какая-то там турнирная часть. Заканчивайте с вопросами. Ты охерел? Это самое интересное, что было на стриме. Все остальное я вообще не пойму. Да, там продали билетики. У вас там какое-то шоу. Вы развлекали людей. Ну и развлекайте людей. А стрим сделайте с разработчиками отдельно. Один. Параллельно. Один стрим там с развлекательной частью. Один стрим с разработчиками. И все. Кому надо, пусть смотрит развлечения или покупает билеты. И сам там развлекается. Кому надо с разработчиками. Послушать, что они там вообще спрашивают и что происходит. В итоге они это все совместили. Все друг на друга там накладываются. Все спешат. Толком никаких вопросов там особо не было. Но из того, что самое главное, я для себя услышал в этих вопросах, ответах разработчиков на стриме. Макаров сказал, что карты не повторяются 6 боев. При этом он говорит, что нету такого, типа на сервере есть набор карт, который крутится сейчас. Но выглядит все именно так. Ты заходишь на сервак, жмешь в бой, у тебя 6 карт прокрутились. А потом они идут по второму кругу. Может быть в целом схема выглядит по-другому у него в голове. Но когда ты играешь в картошку, все именно так и выглядит. У тебя 6 карт крутятся по кругу и все. Это первое, что я заметил. Ну окей. Я принял к сведению, что у нас не повторяется только 6 карт. Второе, что я услышал, что они всячески там на сервере, серверной частью пытались уменьшить турбо бои. И еще там Юша где-то в своем видосике сказал, что видно, что в каком-то модике, который показывает там альфа выше-ниже, что у всех сейчас в основном альфа летит ниже. Ну типа и у врагов и союзников летит альфа поменьше. Ну окей. Но при этом они вводят танки сейчас в основном с большой альфой. И Т49 в угаснице они хотели вывести, но оставили, потому что кто-то поныл. Почему для уменьшения турбо боев они откручивают на сервере немножко, судя по моей логике. Я не могу этого точно знать, но мне так кажется, что они альфу подкрутили вниз всем. Чуть-чуть. Но при этом все вводят с большой альфой. Где, сука, логика? Непонятно. Также из того, что я там еще услышал, Грани очень хороший вопрос задал. Что делать людям, которые в нее уже все прошли, им тупо нечем заняться. Все ЛБЗ пройдены, в игру наигралися, отметки получили. Чего в ней делать нечего? Чего-то там разработчики мямлили, мямлили, в итоге пришли к тому, что Грани сильно быстро контент съедает, и новый ему так быстро никто не будет делать. В итоге ничего толком ему не ответили. То есть тем людям, которые играют давно в игру, да нечего им делать, ну и все. Ну нечего и нечего. Классно. Никто не спросил и никто не ответил про дисбаланс карт. Вообще такого не было. Ни вопроса, ни ответа, ни темы, ничего не было. Видимо в игре нету дисбаланса карт. Хорошо. Но при этом любого киберспортсмена открываешь, и он каждый бой тебе скажет, что вот это направление хуже, это лучше, с той стороны то лучше, с этой стороны это лучше. Но как только стрим с разрабами начинается, ни единого вопроса про то, что карты говно. Также еще, что мне понравилось. Я так понимаю, в следующем году, видимо запустится какая-то рубрика где-то, где будет какой-то там разработчик, забыл как его там, который знает все. И грамотно на все вопросы отвечает. И раз в месяц или раз в полгода, в какой-то там период будет с ним какая-то передача с вопросами и ответами. Вот это мне интересно. Потому что вот эти разработчики, которые пришли, что-то там они тому-то рассказывают заготовленное, нахер оно надо, непонятно. Мне в общем стрим года не понравился. Потому что большая часть этого стрима, мне она не нужна была. Я пришел туда за информацией. Может быть если бы я пришел туда за развлечением, может быть бы мне понравилось. Но у меня другие развлечения. Меня что-то не развлекает смотреть на танкистов. Некоторую информацию я получил. Видос сделал. Теперь выводы. Что нас ждет в следующем году? Линия фронта хорошо. Стальной охотник хорошо. Сезон какой-то мусорки с набиванием уровней вообще все равно. Какой-то там еще досылатель или какой-то модуль будет козырный, который можно будет довести до состояния бонового и будет сниматься он за голду. Нахер он мне упал, вообще не знаю. То есть я буду играть в рандом, как я обычно играю в рандом, но за это дадут мне козырный досылатель. Класс. Я и так в рандом играю. Алло, можете мне каждый день этот досылатель давать. Ничего не изменится. Также еще тест песочницы и добавление всего этого на основу это тоже хорошо. Потому что игра уже засохла, ее надо как-то там смочить слезами танкистов. Новые перки и новые модули тоже хорошо. Карты не будут исправляться по балансу, я так понимаю. Про исправление ошибок я нигде ничего не услышал. Ну может быть они там втихаря их будут исправлять. Как и открутки-подкрутки альфы на сервере. Только не нужно сейчас писать в комментариях типа Ой, я из-за этого теперь проигрую там альфу. Открутили-подкрутили. Они всем это сделали. И на модике у Юши видно, что альфа вылетает в основном ниже у всех. Но это неофициально, не подтверждено. ТРП-тролливали. Это все на уровне, мне так кажется. Вот в принципе все. Еще там наверное ранговые бои будут. Но что-то за них не особо ничего не говорили. Короче, большая часть хорошо. Все-таки. Есть еще пару мероприятий, на которые вообще насрать в следующем году. Ну и основное, что в игре надоело. Это одни и те же карты, несбалансированные. Видимо я должен на них что-то сам выдумывать. Хотя я не знаю где на них выдумывать. Когда они состоят в основном из трех дорожек. В принципе все. С вами был Варчик. Играть красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok